Привет всем, меня зовут Тальтер, вы находитесь на канале Check It Out и это прослушка. Ну что, у нас тут 5 непрослушанных треков Масла Черного Тмина. Накопилось уже прям на целую эпишку. Ассоциейт я уже слушал. Давайте заценим остальные. И один тут, наверное, самый интересный, это Триггермен. Короче, я его оставлю на конец и там, ну, поболтаем вообще о Диссе и так далее и тому подобное. Начнем с человека, который чистит снег за окном. В одном из треков есть такая строчечка. И в короткометражке, по-моему, есть. Подсылка. Такая вязкая музыка. Ну, по сути, в своем репертуаре. Масло, которое я люблю. Зачем интересно, вот так вот он выпускает по одному треку. Он мог это собрать в какую-то компиляцию. Ну, масло, ой, тексты масла по-любому надо еще перечитывать, разбираться в них. Что хотел сказать автор. И так далее. Неплохо, в принципе, еще разберусь с текстом. По музыке все, как мне нравится. Идем дальше. 22. Недавно только его разместили. Гитарочка. Долгое вступление. Вот, пошло развитие. Я открою тексты. И тут, заметили, одна гитарка. Все очень просто. Резко что-то оборвалось все. Танго-лик. Танглик. Тоже все простенько по тексту. Прикольно. Ну, знаете, вот первая часть, она была такая светлая, более-менее красивая какая-то. Вторая прям реально нас в бездну просто опрокинула. Неплохо. Аяс. Знаете, мне тут показалось, что вот эта шлюха думает, что шлюха это какая-то женщина. Это, мне кажется, ну, отсылка к треку «Магия масла», ну, который, помните, про шлюху? И Толоконников, по-моему, говорил, типа, ну, это вообще жесть, типа, да? Вот. Но мы-то понимаем, что там не о женщине идет речь. И немножко промелькнула мысль, то, что, ну, карусель, карусель, ты дебил. Почему-то мне вспомнился Принц, Асфа Принц. У него же есть, по-моему, песня «Карусель». Было бы забавно. Так, ну, чё, вот он. Триггер, мэн. Клама, всё. Ну, что можно сказать? То есть, в принципе, он немножко задевает, мне кажется, вообще, скриптонита. Так, что я думаю по поводу всей этой истории с ДИСом? Если даже, ну, на самом деле так, что скриптонит проехался по маслу, то это очень глупо. Как по мне. Почему? Потому что я не считаю масло чёрного тмина это вторым скриптонитом. Для меня это далеко не так. Масло делает вообще, ну, совершенно другое, непохожее. И мне кажется, ну, его самого это как-то парит. Потому что так люди говорят. Но схожесть, она прям вообще минимальная. Взять того же Трувера, допустим, или каких-то других ребят, то там, ну, вот давайте просто Трувер возьмём хотя бы, то там больше, как мне кажется, схожести вот с музыкой, ну, со скриптонитом, который вот, которого многие знают. Масло, он делает совершенно как-то иначе. Как-то интереснее подходит к музыке. Ну, не знаю. В общем, для меня масло вообще самобытное. И совершенно всё иначе выглядит. Я думаю, всё это понятно. Тут так получается, ну, допустим, что всё-таки реально скриптонит о нём говорил. И тут масло отвечает ему. Ну, блин, я вообще не очень люблю дизы. И, ну, не знаю. Мне кажется, это всё очень глупо. Это вообще, ну, два разных персонажа. И я никак... Ну, я вообще, у меня не было такого, что прям пох... Вот он капец как похож. Нет. Я Снепень там что-то напоминала, но выпустив, допустим, даже альбом Кенши, это же вообще, ну, просто совершенно другое всё. Это лично моё мнение. Не знаю. Вот. И ещё я хотел сказать то, что... Вот даже... Нет, ладно. Это я не буду говорить. Короче, вот, собственно, и всё, наверное, моё мнение по поводу этого диза. Если это диз. Ну, масло, конечно, тут ответил ему. Тут и понятно то, что и сэмпл использован. И в строчках есть лёгкое такое упоминание. Но не стоило вообще, мне кажется. Всё это какой-то бред. Не знаю. Пишите вы в комментариях, что думаете по этому поводу. по поводу ответки. И, ну... Я не знаю, конечно, может, они уже решили как-то этот вопрос. Или, может, ещё последуют дизы. Это, конечно, будет вообще забавно. Но я надеюсь, что они, ну, как-то на связи всё это решили. Поболтали. Не знаю. Короче, моё мнение, вот, скриптонит поступил как-то, ну, глупо. Я не знаю. Он тем самым даже обратил внимание к маслу, к музыке, маслу чёрного тмины и так далее. Ну, как-то, не знаю. Мне кажется, это всё глупо. Пишите вы в комментариях, что думаете по этому поводу. Какой из недавних синглов, треков вам понравились больше всего. Я не знаю даже, какой больше всего меня зацепил. Скорее всего, ну, пусть это будет АЯС. Он такой более качёвый, более живой. Вот. Ну и остальные, в принципе, тоже неплохие. Но, нет, я не знаю. Вот, 22 вряд ли я захочу ещё раз переслушать. А вот все остальные... Вот. И всё. На этом всё. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии. И подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Check it out.